Пусть СКТ от Н это сумма катых степеней первых Н натуральных чисел. Причем К это неотрицательное число. Ну, например, если К это 0, то это будет просто сумма единиц, то есть число Н. Если К равно единице, то это будет 1 плюс 2 и так далее плюс Н, то есть Н умножить на Н плюс 1 пополам. И сумму квадратов, и сумму кубов довольно просто. Вычислить, скажем, сумма кубов, это будет замечательным образом квадрат суммы первых степеней. Ну и так далее. Каждый раз для каждого К можно получить формулу. Но с другой стороны, понимаете, когда вам пишут такую формулу, и вы ее потом доказываете по индукции, это одно дело. А вот как ее получить для очередного числа К, если мы все предыдущие знаем, а вот сейчас, ну скажем, как получить для тройки. Я, конечно, помню наизусть сумму кубов, но вот если бы не помню. Вот уже написаны для нулевых, первых, для вторых степеней, а как получить для третьих. Оказывается, один из способов – это применение формулы включения-исключений. Давайте рассмотрим множество всевозможных наборов длины К плюс 1. Ну, скажем, если К равно 3, то это будут всевозможные четверки. x нулевое, x первое, x второе, x третье, где каждый из x – это число от единицы до n. И вот в этом множестве m таких наборов рассмотрим подмножество. А именно, подмножество amt состоит из таких наборов x, где xmt самое большое. Ну, не обязательно строго больше остальных, пожалуйста, какие-то из других чисел могут ему равняться. Но xmt больше или равно всех остальных чисел. Разумеется, в любом наборе из К плюс 1 числа есть наибольшее, может быть, не одно, но хотя бы одно число, которое больше или равно всех остальных есть. И, соответственно, множество m является объединением а нулевого, а первого и так далее, а катого. Оказывается, формула включения и исключений дает нам в точности то, что мы хотим. Ведь, смотрите, когда некоторое множество состоит из нескольких своих подмножеств, то для того, чтобы посчитать, как нужно сделать, нужно посчитать, сколько в каждом из них сложить, потом вычесть попарные пересечения, прибавить пересечения по 3, вычесть пересечения по 4 и так далее, и так далее, и так далее. Давайте это напишем. Итак, множество m, во-первых, состоит из n в степени К плюс 1 элементов, потому что каждый из х-ов это число от 1 до n, и их К плюс 1 штука. Значит, n в степени К плюс 1. И пишем формулу включения и исключений. Значит, множество а нулевое, а первое и так далее, а катая, К плюс 1. Поэтому надо взять К плюс 1 умножить на количество элементов. Но они все, естественно, одинаковые, потому что координаты можно переставлять. Вот. А сколько элементов в множестве а нулевое, например? Смотрите, на нулевом месте должно стоять число, которое больше или равно всех остальных. Если там стоит число n, то все остальные, это любые числа от 1 до n. И таких n в катой степени. Если же на нулевом месте стоит n минус 1, то все остальные от 1 до n минус 1. И их n минус 1 в катой. И так далее, и так далее, и так далее. Господа, количество элементов в множестве а с каким-то номером, это с катая от n. Хорошо. Смотрим на попарные пересечения. Скажем, а нулевое в пересечении с а первым. Это что такое? А это фактически две координаты превратились в одну. И, соответственно, будет не с катая, а с к минус 1. Но потом прибавляем тройные пересечения, вычитаем четверные и так далее, и так далее, и так далее. Вот, например, n квадрат. Это 2 умножить на n, n плюс 1 пополам минус n. Действительно такая формула есть. Следующее. n куб. Это 3 умножить на сумму квадратов минус 3 умножить на сумму первых степеней плюс сумма нулевых степеней. Ну и, наконец, последняя строчка, n в четвертой. А вот и все. Таким образом получается теорема о том, что если все предыдущие с нулевое, с первое и так далее, с к минус первое, были многочленами от n, то и с катая тоже будет многочленом. Причем, заметьте, пожалуйста, сразу получаем старший член. Потому что мы же знаем степени всех предыдущих, да, с. И, значит, получается, что с катая от n в качестве старшего члена имеет n в k плюс 1, деленное на k плюс 1. И нетрудно понять, что и коэффициент при n в степени k тоже самым естественным образом возникает. Ведь, смотрите, откуда, в принципе, может получиться n в степени k? Вот все эти s к минус второе, s к минус третье и так далее, они слишком маленькой степени. Поэтому, когда вы расписываете s к от n по степеням n, то старший член это n в k плюс 1 разделить на k плюс 1. А следующий получается таким образом. Надо перенести вот это слагаемое влево, разделить на k плюс 1 и вспомнить, какой там был старший коэффициент. А я помню, старший коэффициент там был 1 k. Итак, что делали? Число сочетаний. Мы должны разделить на k плюс 1 и еще разделить на k, потому что здесь начиналось с n в k и n в k. Но вообще-то это одна степень. Значит, вы знаете, такое простое рассуждение дает довольно интересную информацию, как он говорит, что с кт выглядит замечательно. Вот таким вот образом, s кт это n в степени k плюс 1 разделить на k плюс 1, плюс n в степени k разделить на 2, ну и какие-то самые следующие члены. Какие-то следующие слагаемые с какими-то коэффициентами. Вот с какими именно, тоже можно выяснить. Для этого нужно использовать так называемые числа Бернули. Но давайте пока лучше другое заметим. Можно ли было ровно такое рассуждение, которое я сейчас сказал, как-то рассказать по-другому? Можно. Оказывается, вместо этих слов про включение и исключение, можно было использовать бином Ньютона. Посмотрите. Здесь вот эта формула, k плюс 1, чиселосочетание с k плюс 1, это чиселосочетание с k плюс 1. очень похожа на беном ньютона. Поэтому вместо слов о формуле включения и исключения мы могли сказать вот что. Смотрите, из х в степени k плюс 1 вычитаем х минус 1 в k плюс 1. И по беному ньютона пишем. Тогда получается k плюс 1х в k минус число сочетание из k плюс 1 по 2х в k минус 1 плюс число сочетание из k плюс 1 по 3х в k минус 2 и так далее, и так далее, и так далее. Теперь вместо х подставляем числа от 1 до n и все это складываем. Тогда в левой части получится как раз n в степени k плюс 1, а в правой части интересующие нас выражения. Так что вот если просто записать беном ньютона и просуммировать, то можно обойтись и без формулы включения и исключения. То есть по сути это то же самое рассуждение. Дает ту же самую формулу. Получаем ту же самую формулу. Но тем не менее это довольно красивая штука. Продолжение следует...